Это Киевская область, город Бородянка. Этот дом был разрушен авиабомбой, и он не единственный в городе Бородянка. Вокруг дома также имеют следы, это последствия авиаударов. Российские самолеты скинули на Бородянку достаточно много бомб, точно цифра неизвестна. И в данный момент спасатели только приступили к разбору завалов этого дома. Скорее всего, они не найдут там живых людей, только тех, кто погиб в результате авиаудара, а также тех, кто спустился в подвал и сидел там в ожидании, когда закончится воздушная тревога. В Бородянке происходят сейчас подобные работы в каждом практически дворе. Центральная улица Бородянки полностью разрушена, тут стреляли из всех возможных артиллерий, из всех возможных пушек. Люди рассказывают достаточно ужасные вещи, что в городе были и русские войска, а также кадыровцы. Кадыровцы были особенно агрессивными, особенно жестокими. Они забирали машины, они грозили убить людей. Они выносили все, что можно было вынести, достаточно, если можно так сказать, грубо вели себя с женщинами и детьми. Один мужчина попытался рассказать, как в одном селе кадыровцы увели куда-то детей. Слепать их детей неизвестно, он надеется, что их просто вывезли в другое село. Мужчина был очень... он не мог просто говорить через слезы, как... он думает, что это кадыровцы. Обращаясь с молодыми женщинами, он наконец мог рассказать, что с ними случилось, однако из контекста понятно, что не очень хорошие вещи. Таких разрушенных домов в Бородянке достаточно много. Сколько людей погибло и сколько погибших можно достать из-под завалов. ДСНС Украины, это служба спасения, не может на этот момент сказать. Сейчас в городе нет ни света, ни электроэнергии, нет электроэнергии, газа и отопления. Люди надеются, что в ближайшем будущем город удастся подключить к свету, газу и теплу. Однако очень многие сомневаются в том, что они смогут жить в этих домах. Уже мэрия объявила, что они будут признаны, скорее всего, аварийными. И на сегодняшний момент вопрос, где могут жить люди, пока остается неотвеченным. В Бородянке работают несколько дней полиция, служба спасения, национальная гвардия. Пока сведения о том, что здесь люди расстреливали прямо на улице, пока нет. И, по крайней мере, местные жители тоже это мне не подтвердило. Продолжение следует...